Всем привет! Меня зовут Алла Глыева, я туристический эксперт и руководитель компании Турбар. Если вы вдруг забыли, это как в студии Bombardier TV мне не было два года. Так что, кто меня еще не знает, давайте знакомиться. И сегодня я решила поговорить с вами об экзотике. Сейчас очень много далеких направлений стали ближе. Поставили очень много чартеров, открыли больше стран в этом году по сравнению с 20-м годом в постпандемии или во время пандемии периода. И хочу поговорить именно об этом, куда вы можете полететь, в чем разница между этими направлениями, какие условия и сориентировать хоть немножко по ценам. Давайте начнем, наверное, с островов. Например, Мальдивы, Сейшелы, Маврики. Это то, что всегда пользовалось популярностью, если вы не нацелены на отдых, на питание all-inclusive. Потому что до Карибского региона я дойду немножко позже. Вот, и начинаем мы с Мальдив. На Мальдивы уже идет второй год чартерная программа. Это значит, что прямой перелет. Летает Азур. Это авиакомпания, которая летает на Боинге 767. Практически все дальнемагастральные направления летают именно на этих бортах. В общем, что хочу сказать. Это минимальная категория островного отдыха, которая идет по цене в среднем, если мы смотрим на зиму, например, стоимость конец декабря или января, не берем прям новогодний-новогодний период. Это стоимость на двоих в среднем 150 тысяч гривен на 10 ночей. Отель 4 звезды на питание, завтрак, ужин или все включено в зависимости от отеля. По условиям, которые нужны, вы обязательно должны быть с ПЦР-тестом. Если вы переезжаете на другой остров и нет договоренности между собой, вам тоже нужно будет делать ПЦР-тест второй. Ну а если вы будете отдыхать все 10 дней на одном острове, то, пожалуйста, один ПЦР по вылету и по прибытию обязательно тоже для перепроверки. Хочу акцентировать внимание на то, что все условия для въезда на острова или в страны меняются, поэтому эта информация на сегодня. Дальше по ценовой категории я пойду, это будут Сейшелы. На Сейшелы нужно точно так же либо ПЦР-тест, либо сертификат о COVID. Но в чем разница, сразу давайте я буду о разнице рассказывать постепенно. В чем разница между Мальдивом и Сейшелами? Это то, что на Мальдивы, если вы летите, как минимум вам не нужен с собой алкоголь и, как правило, вы отдыхаете на одном острове. Если мы говорим про Сейшелы, туда, кстати, будет только 3 чартерных выезда. Это Новый год, после Нового года еще будет 2 даты в течение января. Если вы захотите туда поехать, в принципе, в другое время, конечно, мы можем точно так же вам просчитать, но это будут уже стыковочные рейсы. Так вот, если вы летите отдыхать на Сейшелы, то а, алкоголь с собой, в отличие от Мальдивы, везти можно бы. Если вы отдыхаете на одном из островов, не то, что можно, а нужно и рекомендуется обязательно посмотреть соседние острова, так как на одном из островов вы можете отдыхать, на другом живут огромные черепахи, о которых вы однозначно слышали. На третьем будет самый красивый пляж с этими валунами, скалы, которые прямо на берегу. Кстати, на Сейшелах, если вы любите фотографироваться или у вас есть сторис и, в принципе, раскрученная страничка в Инстаграм, это самые инстраграмные пляжи, это на Сейшелах. Но по цене это уже будет дороже, уровень отеля, например, такой же, но цифра будет уже ближе. 170-200 тысяч за двоих на 10 ночей, поэтому здесь нужно уже ориентироваться совершенно на другой бюджет. Ну и если мы говорим уже про Маврикии, прямого чартера туда нету, только стыковочные рейсы и цифры будут еще выше. Не знаю почему, возможно, потому что там немного, скажем так, отелей, и, в принципе, это остров, но всегда был больше популярен для Европы. Так что Маврикия у нас будет идти на самом последнем месте, поподробнее могу рассказать, если будет интересно. Хочу перейти к следующему блоку стран. Это Куба, Мексика и Доминикана. Доминикана тоже летает уже целый год, в принципе, достаточно успешно. Значартерная программа не убиралась даже на летний период. Это прямые перелеты, это точно так же летит Азур и летит Мау, летит самолет в Ла-Роману, Куба, самолет летит на Варадера и Мексика летит в Конкон. В чем разница? Вроде как Карибы, но разница однозначно есть. Зачем мы летим на Доминикану? Давайте о самом популярном направлении с той стороны. За красивыми пляжами, за хорошим all-inclusive, за яркими впечатлениями. Но нужно знать четко то, что, а одна из причин, кстати, зачем еще и почему едут люди на Доминикану, все-таки, как бы там ни было, перед вылетами есть такая фобия сейчас у туристов, а если будет тест позитивный, а что делать, а если он будет ошибочный, а я же хорошо себя чувствую. Поэтому, если мы говорим про Доминикану, на Доминикану тесты не нужны. И, соответственно, ее выбирают достаточно много клиентов, даже по этой причине. По ценам. По ценам тоже давайте в разрезе будем смотреть в среднем на 10 ночей. Это питание все включено, прямой перелет, два взрослых. В среднем стоимость середины декабря, январь, февраль. Конечно, на каждую дату цены разные, но это по стоимости от 60-70 тысяч гривен за двоих. И мне кажется, это намного дешевле и намного доступнее, чем было всегда. 15 лет я продаю Карибский бассейн и могу сказать, что туда всегда стоимость только на человека перелет был в районе 1000-1200 долларов. А сейчас можно, в принципе, за эту стоимость отдохнуть уже с отелем, поэтому однозначно эта экзотика стала доступнее. Итак, если вы хотите и любите отдых закрытого плана, только на территории отеля, если вам нужна одна-две экскурсии, здесь они в основном природные. Можно слетать на остров Саона, можно съездить, точнее, слетать на остров Самана. Киты, которые я встретила в марте, сейчас вы не увидите. Если вы планируете не зимой, а действительно в марте, у вас есть возможность поехать, однозначно рекомендую, потому что мне повезло застать это зрелище. Это действительно безумно интересно, безумно красиво. Не делайте так, как сейчас на экране. Мы поехали на Бока-Чика, это местный пляж. В Доминикане не совсем это рекомендуется, потому что это небезопасно. Конечно, нас точно так же развели, скажем так, спасибо, что унесли ноги. Поэтому, если вы отдыхаете в отелях, пожалуйста, Доминикана для вас. На улицу выходить все-таки я бы не рекомендовала. С точностью от наоборот за те же деньги вы можете отдохнуть на Кубе. Плавно перейду на другое направление. Чартер первый летит 20 числа декабря. Дальше идет 3 раза в месяц полетная программа, тоже на чартере. И что я вам хочу сказать про Кубу. Куба очень отличается от Доминиканы абсолютно, я бы сказала, всем. Несмотря на то, что это мега бедная страна, вы однозначно это знаете, но это страна, как раз где стоит, не просто можно, а стоит выходить на улицу обязательно. Если вы летите на Кубу, вот чартер летит на Варадера, буквально 2-2,5 часа от этого курорта до Гаваны. Это считается жемчужиной карибского бассейна в плане истории. Раритетные машины, интересная архитектура, сальса на каждом шагу, улыбающиеся люди. В общем, атмосфера в первую очередь это то, зачем стоит ехать на Кубу. Соответственно, есть разница в пляжах, так как есть океан, допустим, и в Доминикане, и на Кубе, но нашумевшие, скажем так, акценты, на которые все обращают внимание при отдыхе на Доминикане, это водоросли, так вот на Кубе, как правило, очень чистые пляжи на Варадеры, и там их практически нет. Можно встретить водоросли на Каю Санта-Мария или на других островах, которые находятся на океане, но именно если вы отдыхаете на Варадера, то здесь, в принципе, с пляжами все хорошо. Единственное, на что бы я обратила внимание, если вы выбираете отдых сейчас в этом направлении, это на выбор отелей, потому что давно никто не делал реновации в гостиницах, поэтому выбирать однозначно нужно аккуратно. Для этого у вас, конечно же, есть сеть горящих путевок, и мое агентство Турбар, и моя команда, где мы с удовольствием посоветуем, так как на Кубе были не раз. По поводу условий въезда, вам нужна виза 30, которая стоит 30 долларов, и ПЦР-тест. Так что еще раз вернусь к разнице. Гавана, атмосфера, красивые пляжи, сервис. Ну, в сервис, в принципе, можно не ждать ни там, ни там. All-Inclusive будет везде. Вкусные ромы, вкусные коктейли будут везде. Смотрите уже только все-таки от настроения, как вам хочется отдохнуть и в каком формате. Ну, я перехожу к хиту, я бы сказала, продаж последних месяцев. Если мы говорим об экзотике, то Мексика. Мексика из этих трех направлений еще больше имеет отличий. Это еще выше уровень отелей. Если Доминикана и Куба это просто, скажем так, либо высотные здания, либо строение в 3-4 этажа, то Мексика это уже действительно произведение искусства, если говорить про некоторые цепочки отелей. Потому что в каждом отеле вы почувствуете свою атмосферу, свой стиль, свой вкус. Это всегда интересный дизайн, это всегда отдельная архитектура. Ну и акцент Мексики это, конечно, экскурсионная программа. Даже если вы не летите в Мехико, так как самолет летит в Канкун, я напомню, что между ними в принципе практически час лета. И в Мехико нужно брать экскурсию только на самолете, если вы хотите посетить Тео Тиукан. Но это совсем другая история. Сейчас я рассказываю о предложениях, которые есть на данный момент на нашем рынке. Самолет точно так же летает Азоровский на 10-11 ночей. Можно, конечно, брать там 22 и сколько еще вы хотите. Но это стандартная, собственно, полетная программа. Почему? Потому что на неделю однозначно мало. С Карибами у нас с любым из этих направлений идет в среднем 7 часов разницы. В зависимости от того, переводим мы или не переводим, соответственно, день-два на адаптацию вам нужно. Ну и так, чтобы полноценно отдохнуть неделю. Поэтому 10-11 ночей самое оно. Возвращаясь к Мексике, и в чем ее главное отличие? Помимо экскурсионной программы, которую вы можете посетить, А это, наверное, ключевое, что стоит сделать, если вы уже туда попали. Чеченица, это в доступе от Канкуна. Это Шкарет, безумно красивый экопарк. Обязательно его рекомендую. Многих пугается на 140 долларов вход или 125, но это просто мастхэв посещению. Почему? Вы можете понять только, если вы это посетите. Причем обязательно с вечерним шоу. Также рядом Тулум, тоже безумно красивое место и красивый город. Вернемся к отельной базе. Тоже есть большая разница в том, что Канкун, допустим, если вы летите в Канкун, вы можете выбрать отдых в самом Канкуне. Это буквально 20 минут езды от аэропорта или полчаса, в зависимости от того, где находится ваш отель. Потому что Канкун, кстати, так же, как и Вородера, это коса, выступающая в море. Соответственно, тоже такой лайфхак. Если вы едете на Кубу зимой и в Мексику, обязательно смотрите так, чтобы... Мы тоже, конечно, смотрим, когда предлагаем. Так, чтобы ваш отель находился не в конце косы, потому что это будет достаточно ветреное место. Итак, Канкуна – это тусовка, это дискотеки, это центр. Вам есть, куда выйти. В основном высотные здания. Я имею в виду отельную базу. И есть отели на завтраках и на питании все включено. Это абсолютно разные концепты. Соответственно, здесь вы уже можете выбирать, хотите вы так или только на завтраках. Если вы планируете все время путешествовать, все время смотреть какие-то экскурсии, то, пожалуйста, сюда. Кока-бонга находится. Это очень популярное место тоже в Канкуне. Это, в принципе, можно сказать, ночной клуб абсолютно для всех категорий туристов, от молодых до самых взрослых. Почему? Тоже отдельная история. Как-нибудь об экскурсиях более предметно расскажу в других эфирах, вот. И если вы хотите более спокойный, наверное, уединенный отдых и не любите высотные отели, тогда вам стоит выбирать гостиницы уже на Ривьере Майя, на Плайе Дель Кармен, так как там уже трех-четырехэтажный, вот корпус наибольше похожий уже как раз на стиль Доминиканной отели. И практически все работают на питание, все включено. Также на Ривьере есть бутиковые отели. Что такое бутиковые? Это с индивидуальным подходом. Там максимум они бывают на 50, на 80 номеров. Тоже они бывают как на завтраках, так и на все включено. Вот. Ну и тоже стоит рассмотреть. Все более популярным становится место. Это Тулум. Отели абсолютно, я бы сказала, разного калибра, но много за что сейчас приобретает это место популярность. Там много гостиниц в эко-стиле. Вот из добротного дерева, без всяких каких-то дополнений, да, изюминок дизайна. То есть все банально в эко-стиле, добротно, качественно. Это тоже сейчас любят очень многие путешественники. Естественно, из каждого направления вы можете еще взять себе и яхту, и рыбалку, и съездить в рестораны, если вам мало морепродуктов, потому что морепродукты, конечно же, как обычно, и их обилие зависит от того, в какую категорию отеля вы выбираете. Кстати, не сказала еще по поводу условий въезда в Мексику. Здесь тоже не нужны тесты, необязательный сертификат о прививках. Соответственно, въезд абсолютно свободный. И виза оформляется буквально, скажем так, считанные минуты. Это электронное разрешение. Если у вас вдруг есть американская виза, то визу, даже электронное разрешение вам получать не обязательно. Ну и, конечно, сейчас очень много, практически в каждой стране, есть ссылка на электронную анкету, которую заполняет каждый турист. Ну а таких вот нюансов, конечно, уже при бронировании, перед вылетом, мы обязательно вам все рассказываем. Ну и еще немножко, наверное, перейду в другую сторону экзотики. Очень многие ждали открытия Таиланда. Появилась возможность посещать Шри-Ланку. Вот. И немножко об этих направлениях. Так как, если мы говорим про Таиланд, это нужен сертификат, это нужен тест при вылете, тест при прибытии на месте. Соответственно, ну, моими глазами это очень нужно хотеть в Таиланд. Хотя, с другой стороны, на самом деле, ничего вроде как сложного в этом нету. Если вы действительно настроены отдыхать, если у вас есть наличие этих документов, не проблема сделать еще один тест по прибытию, то, конечно, пожалуйста, любимая страна, а поклонников Таиланда достаточно много. К вашим услугам сейчас идет информация о том, что, скорее всего, будут ставить чартер, но все еще в подвешенном состоянии. Так что следите за эфирами, либо за этой информацией, если вы настроены отдыхать именно в Таиланде. Про Таиланд, мне кажется, тоже стоит делать отдельный эфир, если все-таки чартер поставят, и будем смотреть, куда, какие комбинации возможны, потому что все-таки каждый остров – это тоже отдельная атмосфера, это отдельный вид отдыха от тусовочного Пхукета. Опять-таки вопрос, будет ли он тусовочный, и на каких условиях сейчас открыт этот остров, тоже будем еще узнавать, познавать. Бангкок и Паттайя – это тоже, как вы знаете, совершенно другой формат отдыха, поэтому мне кажется, что информация о том, что его открыли, сказать нужно, но более детально, если все-таки поставят туда очень хорошую полетную программу, будем говорить отдельно о Шри-Ланке. Шри-Ланка для меня достаточно спорная, тоже сейчас направление спорное, почему это было очень доступное, как раз одна из самых доступных экзотик, которая появилась у нас на рынке, по ценам, как минимум, самых доступных, но сейчас по условиям въезда у вас должна быть однозначно либо подкреплена в ДИИ, либо на руках справка о том, что вы привились. Насколько я знаю, в нашей стране далеко не все и сторонники или успели уже это сделать, поэтому опять-таки следите за условиями, если хотите путешествовать на Шри-Ланку, будет меняться что-то или нет, но пока вот все-таки Таиланд и Шри-Ланка это две страны, про которые вот просто хочется упомянуть, что да, уже можно ехать, но я пока не сильно раскачиваю даже предложения у себя в компании для туристов, если вам не принципиально в какую сторону лететь, а главное яркие впечатления, то есть намного доступнее направления, о которых мы уже поговорили. По поводу цен тоже хотела сказать, Шри-Ланка, собственно, она никогда мега дорогой не была, в принципе сейчас за двоих вы можете поехать точно так же за 50 тысяч, за 40, за двоих, но нужно помнить, Таиланд та же история, но нужно помнить, что это на завтраках, и если мы уже имеем в раскладке Карибы, Карибы, да, Кубу, Доминикану, Мексику на All-Inclusive, где цены начинаются за двоих от 60, от 70 тысяч, то мне кажется, если прокалькулировать, и если вы любите все-таки такой вид отдыха, по поводу «все включено», то Карибы остаются однозначно выгоднее. Еще хочется сказать про Занзибар, он тоже сейчас достаточно популярный, туда можно лететь и на 7, и на 10, и на 2 недели, насколько вам хочется, тоже в основном отели работают на завтраках, есть, конечно, и другие виды питания, но, как по мне, это страна, где все-таки хочется увидеть что-то за пределами отеля, соответственно, если вы летите и на завтраках в такой формат отеля, тогда обязательно смотрите, опять-таки будем подсказывать наши специалисты, отели, которые находятся так, чтобы были какие-то ресторанчики или что-то рядышком, а не просто сам по себе отель, с которого нужно куда-то ездить. Тоже очень доступная экзотика, на неделю последняя бронировка, которая у меня на памяти по цене, это 42 тысячи за двоих на завтраках, опять-таки сравниваю с карибами, как по мне это выгоднее, ни к чему не принуждаю, не склоняю, как говорится, решайте сами, но есть просто, я бы сказала, две категории туристов, которые любят только на все включено, учитывая то, что у нас сейчас были страны доступны, Турция, Египет, где мы отдыхаем только в таком формате, поэтому далеко не каждый хочет ехать на завтраках, как предлагают другие направления. Но я немножко поближе, не знаю, экзотика это не экзотика, но тем не менее, это уже не Египет, как многие туристы в осенний, весенний и зимний период просят, пожалуйста, предложите что-нибудь, только не Египет, поэтому если не Египет, планируется запуск чартера на Акабу, это, собственно, побережье, которое находится напротив табы, египетской табы. Насколько стоит туда ехать, тоже решать вам, потому что если сравнивать его с Египтом, подводный мир, мягко скажу, там ни о чем, что-то увидеть можно, но это не Шарм-эль-Шейх, но при этом вы можете посетить Петру, вы можете посетить Водирам, вы можете заехать на Мертвое море, а это уже совсем другие впечатления. Если вам нравится это направление, более подробно спрашивайте после эфира и запрашивайте туры. И не могу не проговорить об Эмиратах, так как буквально месяц назад оттуда вернулась, и хочу сказать, что многие Эмираты воспринимают все-таки, как только Дубай, и при этом хотят отдыхать на берегу. Я бы, наверное, все-таки разделила отдых в Эмиратах, но вот тоже на каких-то несколько частей, потому что, допустим, Рассельхайм и Фуджейра – это все-таки более пляжный отдых, это отели, вот просто полоса отелей, они тоже работают на питание, все включено, там достаточно тоже все известные цепочки, это и Риксес, это и Ротана, вот, все это можно. Если мы говорим про Дубай, то в Дубае, если берег, если с пляжем, то это однозначно, как правило, опять звезд, однозначно отели, которые работают на завтраках, ни о каких все включено здесь речь не идет, да и, в принципе, никакой инклюзив здесь не нужен, потому что у вас под рукой и Марина погулять, и другие пляжи, и Колесо, и Бурдж-Халифа, и Дубай Мол, и Пающие фонтаны, и на Пальме сейчас построили новый пункт, куда можно прогуляться, кстати, тоже такая вот буквально недавняя новинка, есть The Point называется, если вы знаете Дубай, вот Пальма, на которой находятся отели, раньше из них некуда было выйти, а сейчас построили прогулочную зону, где вы можете походить по магазинам, там тоже есть поющие фонтаны, это тоже очень красиво, если вы хотите посетить, не постоять, там 5-10 минут, как это бывает в Дубай Мол, или как это сейчас происходит, потому что тоже нужно обращать внимание на правила, допустим, на фонтанах, в Дубае сейчас нельзя, то есть все стоят на какой дистанции, нельзя там все время находиться, все посмотрели, тут же вас полиция просит мягко выйти обратно, либо вернуться в Дубай Мол, либо уехать, потому что тоже такой момент, допустим, в The Point вы можете сесть в каком-то ресторанчике, в кафе, покурить кальяна, выпить чай, и не только, и смотреть на фонтаны, которые повторяются каждые полчаса. В общем, про экзотику можно говорить очень-очень долго, постаралась рассказать вам ключевое, то, что есть на данный момент на рынке, какие будут добавляться новинки и изменения, будем наблюдать. Ну, а если вы настроены поехать не в Египет, как многие сейчас говорят, и вам интересны эти направления, с удовольствием забронировали, мы подберем тур, который подходит именно вам. Я напомню, меня зовут Алла Глыва, я туристический эксперт и руководитель компании Турбар, которая входит в сеть горящих путевок. Ну, и пишите тоже под видео, пожалуйста, какая тема вам еще интересна. Начинаю заново свои эфиры, с чем к вам еще приходить.